Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 9 июля, среда и уже на календаре ровно половина недели. Эта рабочая неделя будет несколько короче, чем все остальные. Но это даже здорово, ведь остается больше времени на хорошие летние эмоции. Сегодня нашу программу откроет рубрика «Разминка», и немного физических упражнений с утра не помешает никому. Доброе утро, друзья! Сейчас мы займемся с вами утренней зарядкой, чтобы подготовить наше тело к рабочему дню и зарядиться положительной энергией. Немножечко покачаем наш пресс. Ложимся на спину, руки заводим за голову, поднимая туловище, не отрывая лопаток. Раз, два, три, четыре. Руки заводим за голову и начинаем полностью поднимать туловище. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы покачаем косые мышцы нашего пресса. Ложимся на спину, руки заводим за голову и поочередно поднимаемся в левую сторону, затем в правую сторону, заводя локти за колени. Раз, два, три, четыре. Сгибаем колени в полусогнутое состояние и начинаем движение в правую сторону. Раз, два, три, четыре. В левую. Раз, два, три, четыре. Делаем выпады, растягивая ноги. Левую ногу вперед. Тянемся вперед. Тянемся. Поменяли ноги. Потянитесь вверх, в стороны. Улыбнитесь и похвалите себя за то, что у вас получилось преодолеть лень. Вы молодцы. Сохраните на весь день полученную от утренней гимнастики бодрость и хорошее настроение. Анна Марвинчева, Олег Писаренко, Миржан Хасгиреев, ТДК-42. Белая одежда – это обязательный атрибут в любом гардеробе женщины. И так приятно одеть нечто белое и чувствовать себя центром внимания. В нашем следующем сюжете мы расскажем о белой одежде много интересного. Наступило лето. А какой самый распространенный цвет в одежде летом? Конечно же белый. Как и с чем его едят? Давайте об этом поговорим. Летом нам всем хочется побыстрее скинуть в себя тяжелую, часто темную одежду зимы и одеться в легкую, светлую, летнюю. Да что там, даешь одежду белого цвета в летнем гардеробе. Однако нужно напомнить, что белый цвет, помимо своей безоговорочной привлекательности, умений освежить и омладить внешность является очень рискованным цветом. Почему? Да потому что прежде всего, что любое незначительное пятнышко, невзначай посаженное на белую одежду, вмиг превращает ее в неряшливую. И этот момент не очень-то способствует уверенности, которую мы так ждем всегда, надевая ту или иную одежду. К тому же, как известно, белый цвет полнит. Есть такой зрительный эффект у этого цвета. Однако, если следовать рекомендации стилистов, можно научиться правильно носить белую одежду и чувствовать себя в ней вполне уверенно. Вот некоторые идеи, с чем носить белую одежду летом. Очень актуальным сочетанием в этом сезоне является Total White, когда вы одеты полностью в белое. Однако подобное сочетание может как подчеркнуть модность образа, так и выключить его, сделать плоским и превратить вас в ходячее привидение. Если белые брюки или рубашка стали довольно классическими деталями весенне-летнего гардероба, то белую юбку рискнут надеть не все. Белую юбку важно комбинировать с правильными вещами, чтобы не было эффекта пляжного наряда. Для этого в комплект с юбкой можно подобрать блузку-футболку в горох или полоску, или джинсовую темную рубашку и колье. Очень элегантным вариантом использования белого цвета будет длинное белое платье в сочетании с сандалиями на плоской подошве и широкополой шляпой. Или, например, белое платье в сочетании с широким белым ремнем. И еще очень важная деталь. Какое должно быть нижнее белье под белой одеждой? Какие бы белые вещи вы не выбрали, обратите внимание на то, какое нижнее белье подобрать. Она должна быть телесного цвета, такого же, как цвет вашей кожи. Белое белье все равно будет выделяться. Именно поэтому стилисты рекомендуют выбирать только белье телесного цвета, которое по цвету близко к цвету вашей кожи. Надеемся, эти небольшие рекомендации помогут вам подготовиться к летнему сезону в части выбора белой одежды. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Мержан Хашгиреев, ТДК-42. Теперь вы практически все знаете о белом цвете, как и с чем его носить. Надеюсь, наши советы помогут вам выбрать правильно белый цвет. О детских сказках мы поговорим уже через несколько мгновений. И что самое интересное, мы будем рассказывать о них с точки зрения психологии. Уверена, что с этой стороны вы не знали о сказках такого. А вы не задумывались, какие сказки нужно читать малышу? Мы были в гостях у детского психолога и задали ей этот вопрос. Давайте послушаем. Сказки – это очень хороший метод воспитания. Сказки они или учат, либо убеждают, либо наоборот переубеждают. В сказке можно понять, что такое. С помощью сказки можно преподнести понятие зла и добра. В сказке практически всегда побеждает добро. Сказки читать на ночь – это очень даже приятно. Сказки на ночь читать хорошо, потому что это опять, опять же, в нашем современном обществе, в современном мире – это внимание к ребенку, это лишняя минутка внимания. Это лишний, это теплый голосок мамы или папы. Хорошие, добрые сказки никому не вредили. Если вы любите перекусить на ходу, то вам обязательно это знать. Оказывается, гамбургеры вредят мозгу. Поэтому, если вы проголодались и вам просто негде перекусить, то в следующий раз выбирайте нечто иное, чем гамбургеры. И в нашем следующем сюжете вы узнаете, почему же гамбургеры несут столько негативного. Скушал гамбургер – навредил своему мозгу. Такую взаимосвязь установили ученые из Нью-Йоркского психиатрического института. Исследователи выявили, что богатая сахаром и насыщенными жирами диета приводит к повреждению структуры мозга. И определили, какие именно патологии нервной системы вызывает еда из ресторанов быстрого питания. Оказалось, сытные сэндвичи и картошечка фри разрушают нервные ткани и запускают воспалительные процессы. Само исследование было проведено при использовании магнитно-резонансной томографии – МРТ. Ученые сканировали головной мозг у людей нормального телосложения и у тех, кто страдает ожирением в результате неправильного питания. В итоге томография показала определенные нарушения у тучных пациентов. В частности, у них наблюдалась повышенная концентрация белка фибриногена, что свидетельствовало о негативных процессах, протекающих в нервной системе. Поскольку его содержание повышается при возникновении острых воспалительных заболеваний и отмирания тканей. Кроме того, был сфиксирован избыток воды в миндалевидном теле – область мозга, имеющая форму миндалины и расположенная внутри височной доли. А это называется доказательством повреждения нервных тканей. К слову, предполагается, что ненормальное функционирование миндалины связано с такими состояниями, как беспокойство, аутизм, депрессия, посттравматический шок и фобии. На кафедре высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ рассказывают, что поражение миндальной доли приводит к эмоциональным расстройствам. Например, человек начинает плохо различать выражение сердитости на лице собеседника. Вдобавок, американские ученые зафиксировали сокращение мозга у тех, кто злоупотребляет фастфудом. В частности, они выяснили, что у таких людей произошло уменьшение орбитофронтальной коры. По мнению психиатров, изменения происходят в тех областях мозга, которые отвечают не только за аппетит, но и за принятие решений в целом. Человек становится более склонен к совершению опасных деяний и утрате самоконтроля. Берегите свое здоровье и питайтесь правильно. И нашу программу по хорошей традиции завершает рубрика «Полезные советы». Уверена, что эти небольшие, но очень полезные хитрости вам уже не раз помогли в жизни. Послушайте еще одну порцию полезных советов. Терку, на которую вы будете тереть, смажьте растительным маслом. Тогда сыр не будет прилипать к терке, а ее будет легче вымыть. Как отмыть пальцы от суперклея? Очень просто. Опустите проблемный палец в воду, затем в соль, затем еще немного намочите палец и снова в соль. Втирайте соль в палец в течение одной минуты. И должна образоваться белая пленка, которую просто вы смываете водой и от клея не остается следа. Каждая хозяйка знает, что на губке, которой мы моем посуду, остаются микробы. Как от них избавиться? Каждый вечер, ну, перед тем, как вы идете спать, намочите губку и положите в микроволновку на 30 секунд. 100% убивание микробов. И будьте осторожны, губка после микроволновки горячая. Масленку от сливочного масла лучше всего вымывать кипятком. Кипяток полностью растворяет и растапливает масло. И в большинстве случаев вам даже не придется использовать средства для мытья посуды. Чтобы избавиться от жвачки, которая прилипла к ткани или к одежде, сбрызните ее лаком для волос. Дождитесь, пока высохнет и можете спокойно ее удалить. Мыло поможет защитить руки и ногти при работе с землей. Руки нужно намылить и когда они высохнут, можно приступить к работе с землей. Мыло образует на руках пленку, которая защищает их. Также следует поскрести ногтями кусочек мыла до начала работ. Грязь потом легко отмоется. Мыльный раствор защитит домашние растения от бактерий, микробов и насекомых. Кусочек ароматного мыла можно положить на подоконник. Оно отпугнет насекомых. Если смазать мылом тугую молнию, замок будет хорошо скользить. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Межан Хашгириев, ТДК 42. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напомню, что сегодня на календаре 9 июля, среда и до выходных осталось совсем немного. Уверена, что эта мысль будет придавать вам силы. Всем отличной среды, хорошего рабочего дня и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Мир сошел с ума Мир сошел с ума Мир сошел с ума Вместе с нами Мир сошел с ума Взял и просто поменял Все вместо мы Мир сошел с ума Вместе с нами Мир стал таким, как мы Мир сошел с ума 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 Субтитры подогнал «Симон»